Мы сейчас продолжаем учить из пророка Захарии. Кто помнит, о чем я говорил на прошлой неделе? Я говорил о конях, о велике Иерей, что его образ похож на образ Иешуа. Я говорил об репатриации, что Бог провозгласил и дал пророчество об репатриации с земли северной. Это случилось во время Зарававеля, это случалось в другие времена и в нашем времени. Мы также олия репатриации со стороны северной. И название сегодняшнего слова, насколько для нас актуален Захария. И я учил о том, что нам нужно проверять пророчество. Двумя способами мы должны проверять пророчество. Во-первых, нужно смотреть, кто пророчествует. Один раз, одноразово, может прорекать или пророчествовать даже осел, и мы даже видим это в Писании. Но если кто-то пророчествует постоянно, очень важно посмотреть на жизнь этого человека. И второе, И со временем проверять, случается ли то, о чем нам человек пророчествует. И на все нам нужно смотреть через призму Танаха. Написано в Священных Писаниях, что даже если кто-то придет и покажет вам чудеса и знамения, и скажет, пойдем вслед других богов, и будем служить им, то выкиньте этого человека, истребите из среды вашей. И даже если происходят чудеса, но он призывает поклоняться не Богу Израиля, то просто изгоните такого человека, это поклонение бесам. И Священные Писания учат нас не уничижать пророчества. Иногда, когда мы слышим пророчества от Бога, мы получаем это как информацию, как будто мы по новостям что-то услышали. И это неправильно. Потому что если мы берем то, что мы услышали, и мы стоим на этом, то мы спускаем Небесное Царство на эту землю. Написано в Матфея 11 главе, в 12-13 стихах. В Священные Писания я буду читать напрямую на русском, поэтому тот, кто не понимает, просто открывайте Библию на своем языке и читайте. Матфея 11, 12-13. От дней же Иоанна, погружающего до ныне, Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его. Тиргумахер-умер низводят его на землю, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Это слово, эту вещь различным образом толкуют. Но из-за того, что Иоанн, он был дверью, написано про него, что он приготовил путь для прихода Мессии. Его служение было очень интенсивное и очень ответственное. И он своей жизнью заплатил за свое служение. И Иоанн называет Иоанна величайшим из пророков. И он говорит так, от времени Иоанна до сегодняшнего дня, от употребляющего усилия Царство Небесное и низводят с небес на землю. И это исполнение молитвы Отче Наш. Особенно первого предложения. Кто помнит первое предложение молитвы Отче Наш? Отче Наш досветится Твое имя да придет Твое Царство на земле, как на небе. Исполнить пророчество это привести Царство Небесное с небес на землю. Также религиозные евреи, которые не верят в Иешуа, говорят, тот, кто стоит в заповедях и пророчествах, они просто низводят Царство Небесное на землю. Это совершенно та же мысль, совершенно та же идея. И на прошлой неделе, когда мы изучали первую, вторую, третью главу, мы изучали, что Господь смиловил с Тенасионом. И что пророчество иногда исполняется несколько раз, оно идет по кругу. И мы также изучили, что провозглашение будет прорепатриацию из Северной земли. И постоянно в Танахе, когда говорилось про Северную страну, всегда говорилось про опасность и про зло. И так же мы изучали про Иошуа, великого первосвященника, и про его одежду. Он был одет в грязной одежды. И это знак. Бедюк то же самое произошло с Иошуа. Он был одет в грехи всего мира. И Бог очистил это. Так же, как это было с Иошуа, великим первосвященником. Очень интересно, что эта картина так же касается каждого из нас. Это происходит с нами, когда кто-то про нас говорит какое-то зло, сплетню, осуждение. Даже если мы сами не слышали, такое ощущение, как будто нас запачкали грязью. Кто такое испытал в жизни? Давайте закроем наши глаза. Отец нашего Иошуа, Мессия, очисти нас. И верни нам праведность и одежды спасения. Аминь. Окей, мы продолжаем идти вперед, 4 глава. Захария Пэрэк-Арба. Книга пророка Захария, 4 глава. Мишелё Корэбэ Русит, Захария, Пэрэк-Арба. Откройте каждый на своем языке, Захария, 4 глава. И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь. Когда у человека есть связь с невидимым миром, есть рамот шелакешер. Есть на шим, шим, мамаш, хазах, мы каблим это. Есть люди, которые немножко прикасаются к нему. И в священных писаниях мы видим это. помните, был такой пророк Даниэль, или Иоанн, ученик Иешуа, который написал Откровение, или пророк Исаия, которые видели ангелов, которые в духе соединялись с Богом. И обычно, когда с ними это происходило, они писали, я упал как мертвый. потому что человеческая природа испытывает трудости, когда на нее вдруг нисходит вот эта слава. Но есть вещи намного более простые, низкие. И тогда люди, когда видели ангелов, они писали такие вещи, я увидел ангела, не стало во мне силы, и я вот получил Божье Слово. Но когда это происходит на низком уровне, очень важно быть скромным человеком, и сказать, я чувствую, что я слышал, не выходить и говорить, говорю тебе во имя Господа, Слово Господа. И я еще раз повторяю, если мы хотим, чтобы среди нас мы получали дары пророчества, мы должны быть скромными и проверять пророчества. Я продолжаю читать Захарию 4 главу. С 3 по 7 стих. И отвечал я, вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его и 7 лампад на нем и по 7 трубок у лампад, которые наверху его и 2 маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая слева ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это? Килу. Захария Ратмуна, ты стаклю аля Масах. Захария увидел картину, посмотрите на экран. Примерно вот такую картину. Естественно, намного более живую. Он увидел эту картину, он спрашивает ангела, что это? 5 стих. И ангел, говоривши со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь этого, пасух Хамеш. Захар умер. Ле, не ле, де, ле, де, мазе. И тогда ангел, говоривши со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И я сказал, не знаю, господин мой. И тогда отвечал он, пасух Шешвешева, и сказал он мне, это слово господа к Зарававилю, выражающиеся не воинством и не силой, но духом моим, говорит господь Циваот, кто ты, великая гора, перед Зарававилем, ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И Захария спрашивает, что это такое, что это за видение, за картина. И вдруг ангел говорит с ним совершенно про другие вещи. Он не объясняет ему, что это. Но он говорит, скажи Зарававилю, помните, кто был Зарававил? Он в это время был один из лидеров народа. Он не был сильным лидером. У него было много власти. Также люди с Вавилона дали ему много денег. Но у него не было много силы исполнить то, что он должен был. Они очень пытались, но у них не получилось. Иногда это происходит с нами. Иногда ты чувствуешь, что у меня есть силы, но что-то мне мешает. И на каком-то этапе ты устаешь. И вдруг есть эта картина, и ты видишь, куда идти. И ты молишься и молишься. Но Бог не говорит про эту картину, а он говорит тебе. Потому что он хочет, чтобы произошло что-то внутри тебя. Это то, что происходит здесь. Захария спрашивает, что это за картина? А ангел говорит ему, до того, как я тебе объясню, тебе нужно укрепить Зарававилю, потому что он отчаялся. Он готов упасть. Но ты придешь к нему и скажешь, Бог с тобой Зарававиль. И ты видишь перед собой гору, но эта гора, она для Бога ничто. И все основывается не на силе Зарававиле, не на его разуме. Тут написано, благодать, благодать на нем. И написано, что придет краеугольный камень, и этот камень, это благодать и благодать. Кто помнит еще, где в Танахе написано про камень? Красиво. Вы помните, Невуаа של Даниэль, что на Мухадану царает это песель гадоль, и потом обен шабар и махак, и он сказал, это мальчук что баме илухим что не будет его кец. Помните видение Даниэла, которое Бог показал что катится огромный камень и разбивает царство. И сказано, что этот камень это Божье царство, которое снесет все остальные. И это связано с сыном человеческим. С Ешуа. Я продолжаю читать стихи 8-9. И ангел продолжает ободрять Зарававеля, он не говорит про картину. И было ко мне Слово Господне, руки Зарававеля начали восстанавливать этот дом. Его руки и окончат его. И узнаете, что Господь совоот с ним. Я хочу сказать некоторым из нас. Пожалуйста, сейчас все внимательно меня послушайте. Я очень надеюсь, что здесь есть люди которые получили какие-то вещи от Бога и отчаялись. Но Бог готов закончить с этим. Если вы продолжите стоять в обещании, которое Бог дал вам. Сильный, сильный и укрепишься. Десятый стих. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь. Это очи Господа, которые объемлят взором всю землю. Это местописание нам с Ниной было очень важно до того, как мы поженились. Нина, отзухерят это пасу козе? Вы аю кольминей дворим, ше аю мафриим лану лагия лихатуна. Было очень много разных вещей, которые просто были препятствием для нашей свадьбы. И мы получили этот стих. Это было 30 лет назад практически. мы пошли для того, чтобы распечатать пригласительные на свадьбу. И хозяева дипографии были религиозные люди. И я ему говорю, я хочу, чтобы ты нам эти пригласительные распечатал и этот стих на пригласительных. Он говорит, нет, этот стих не печатается. Нужно другое выбирать. Радуйтесь, радостью, что-то такое. Я говорю, какая тебе разница? Я тебе плачу. Давай печатай, что я тебе говорю. И Бог смотрит на каждого из нас и говорит нам может быть другие люди считают тебя за ништо. Но кто смеет думать что ты не важен если Бог говорит что ты очень важен для Него. И после того как Божий Ангел дает такое ободрение Зарававилю Захария как хороший еврей опять задает тот же вопрос что это такое его в покое картина не оставляет что это за тарелочки чашечки светильники объясни мне что это это два помазанных елеем предстоящие Господу всей земли и вот этот 14 стих Ангел говорит и больше он не толкует эту картину я могу сказать что когда мы в священных писаниях видим какие-то места писания и на них одно очень короткое толкование это значит что Дух Святой призывает нас молиться и чтобы мы сами больше задумывались над толкованиями кто эти двое кто эти два помазанных елеем предстоящие перед Господом всей земли и в книге Откровения есть также два пророка которые пришли перед Мессией кто помнит может говорится про них может быть нет насколько важна эта картина для народа Израиля кто помнит кто помнит это герб Израиля и это две масляничные ветки но Я хочу сказать вам, что когда минора показывается в каком-то откровении, говорится про возвращение небесного царства, про возвращение Божьей шихины. Возвращение Эдемского сада на эту землю. И мы читаем об этом в книге Откровения. И в Откровении в первой главе написано, «Откровение 1, 12-го сиха. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обличенному в падир и по персямопоясанному золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в правой руке своей семь звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его было, как солнце, сияющее в силе». Мы видим Ешуа и семь светильников. И семь светильников. Это что-то похожее. Я думаю, что работа Божья здесь, в Израиле, вернее, во всем мире, это возвращение его царства. Это и есть эта минора. А что за две маслины? Есть такое толкование, что, с одной стороны, это Израиль, с другой стороны, это присоединившиеся язычники. Каждый, исполняя свое служение, добавляет к светильнику масло. И Божья слава приходит в эту землю, и можно к ней прикоснуться. Я продолжаю читать, и мы в пятом стихе. В пятой главе. Захария, пятая глава. И опять поднял я глаза мои, и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локцей, а ширина его 10 локцей. Он видит такой огромный кусок ткани, 10 метров на 5. И вы видите, что он очень огромный, потому что издалека написано, что там написано. Я продолжаю читать с третьего по пятый стих из пятой главы Захарии. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложный, истреблен будет, как написано на другой стороне. И навел его, говорит Господь Саваот, и оно войдет в дом вора, и в дом, клянущегося моим именем ложна, и прибудет в доме его, истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел ангел, говоривший, сказал со мной, смотри, смотри, что там выходит еще. Иногда мы верующие, мы говорим, что мы живем по благодати, по милости, и мы можем делать все, что нам угодно, а Бог нас простил, и простит еще. И с одной стороны, это правильно, потому что в этом есть сила Нового Завета. Но в Новом Завете очень часто написано, тот, который возвращается к греху, уже над ним не действует сила жертвы Мессии. И здесь говорится про то же самое. Тот, кто крадет, тот, кто ложно свидетельствует о своем ближнем. И я говорю сейчас про основные дела. Под этими грехами есть очень много разных видов грехов. Тот, кто крадет или лжет, это очень часто происходит. Ты можешь произносить проклятия и злые слова своим языком. Я очень жаль мне это признавать, но среди верующих очень часто это происходит. Иногда я слышу в нашей общине сплетни тут и там. Несмотря на то, что у нас есть нескончаемая милость и благодать через Иешуа, но мы должны вести себя ответственно. Я читаю с шестого по девятый. Когда же сказал я это? Что это? Он там видел какую-то тмуну. И вот выходит сосуд. И его образ очень большой. И там посреди этого сосуда, ефа, это старое слово для сосуда, сидит женщина. И сказал ангел, это женщина само нечестие. И он бросил ее в середину этого сосуда, а на отверстие сосуда бросил свинец, чтобы запечатать ее. И поднял я глаза мои и увидел, вот поднялись две женщины, это уже ангелы какие-то, и ветер был в крыльях их. И крылья у них как крылья аиста. И подняли они этот сосуд и понесли его между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они этот сосуд? Сказал он тогда мне, чтобы устроить для этого сосуда дом в земле шинар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Очень сложно истолковать это местописание. Во-первых, здесь не говорится про такие виды зла, как дьявол и бесы. Говорится о зле человеческом. И написано, что Бог выбрал место, то место, где когда-то была построена Вавилонская башня. Катувкан Арец-шинар написано в земле Синаар. Именно там строили Вавилонскую башню. И точно так же, как Бог из Иерусалима делает башню правды, справедливости и света, И в том месте, в древнем Вавилоне, в земле Синаар, есть место, где строится что-то для зла. Очень сложно понять, что это. Потому что там сейчас, в этой стране полностью властвует Ислам. И у Ислама есть законы относительно праведности совершенно неплохие. Есть вещи, которые очень много плохих вещей запрещено делать и хороших нужно делать. Но за всем этим стоит зло. И в один день оно обнаружится. Не от Ислама, но от человеческого зла. Но как мы можем понять эти стихи? Я могу сказать как я могу сказать так, что каждое зло имеет границы. Если ты чувствуешь, что ты атакован злом, знаешь, что придет этому конец. если ты упал во зло, то и этому придет конец. И очень важно понять это. Когда Бог все взвешивал, Он позволил некоторым неприятным вещам произойти с нами для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы выстроить нам сильный характер. Если мы сами упали во зло, я надеюсь, что с Божьей помощью никто из нас с этим не произошло. Но если может быть кто-то из наших близких, очень важно сказать, что Бог положил конец злу. И я могу сказать, что часто мы видим, что среди верующих это очень быстро происходит. Очень часто, к сожалению, я был этому свидетелем, когда человек ходил во свете, а потом вернулся в свое прежнее место, а потом умер при трагических обстоятельствах. и ты точно знаешь, что это был суд с небес. Когда я читаю эти стихи про сосуд, который сосуд это место, которое ограничивает, есть граница, и у нас есть ответственность. И нам нужно в терпении ходить и проходить эти испытания. Но мы должны быть мигием для отцов и нам нужно спешить, когда мы видим, что грех зашел в нашу жизнь, чтобы остановить его. Я хочу на этом завершить сегодня и помолиться. Давайте мы закроем наши глаза. Отец наш небесный, я молюсь, чтобы ты обновил нас. Если есть у нас видение, направление, ты отдад от нам и дай нам кух в хесед завершить эту цель. Я молюсь, Господь, чтобы каждый из нас решил, что мы должны участвовать в том, чтобы приносить Твое Царство с небес на землю. И как эта минора и две масличные ветви определяют твою работу на этой земле, помоги нам участвовать в молитве и в делах исполнять твою волю. Я молюсь, чтобы ты говорил с каждым из нас и дай нам узнать голос Отца во имя Ишуа Мессия. Аминь. Давайте встанем. Ивархеха Идонай иишмиреха. Иаэр Идонай панав илеха иихонеха. Иса Идонай панав илеха иисем леха слом.